В 65-м году я закончила мероприятие. Поступила сюда поспецнабор в тот период, когда был наивший гризис, и когда требовались специалисты для того, чтобы обслуживать эту современную технику, потому что шла на волоске пыли, а третье мировое время. Закончила по кафедре управления, то есть техническая кибернетика, и техническая кибернетика. Сразу после окончания института попала в институт метрологии и занималась действительно той специальностью своей работы. Теплая реализация удачных объектов, воздух, вода, суши. Сердце, система устроена, по отношению к которому производили все изменения, все западные, американские, японские, только в лабораторных условиях работали. Системы, то, что мы создали, работали в любых полевых условиях, при любых изменениях климатической среды. Это успех был бесспорный, чрезвычайно интересный. Но судьба сложилась так, что перешла сейчас, конечно же, сразу от Трегницы, по месту жительства, ну, квартиру, грубо говоря, получили, в Азербайске, и попали на Пескаюшку, вот, был аваргард, не слышно. Вот, и там 20 лет, вот, если радиопромышленности. Вот, хотела бы, что добавить к такой системе образования, о которой вы, значит, говорите. В систему образования я попала, когда уже все расформировали, и всю систему нашего автоматизации производства, которая провалилась, с большим треском, и я понимала, что она идет не туда, куда надо, и управление совершенно не то, и нет понимания системного подхода, нет системного мышления. Те, которые совершенно не подготовлены к тому, чтобы руководить. То есть нет элементарных знаний. И поэтому, когда мы пришли к самым серьезным системам, то оказалось, что нельзя автоматизировать безхозяйственность, как говорил Блужков. Но мы именно это и делаем. Потому что те, которые не были подготовлены, а мы не были подготовлены, для меня исход был ясен. И поэтому я случился момент, когда я категорически сказала, что я знала исход событий, и заниматься этой темой больше не буду. Но я защитила по этому теме свою кандидатскую диссертацию. Но до этого, что я прошла? Я понимала, что нужно владеть управлением проектами. Поэтому ТОП техники, ЛТО, ДНТП, Общество знаний читало для нас эти лекции. И мы, нас от авангарда, например, отправляли всегда, и мы слушались с удовольствием. И поэтому знания приобретались самостоятельно. То, чего не доставало, а по ВНМ у меня зачет экономика, организации, производства. Но этого было, конечно, мало. Нужно управление проектами, раз. Нужно системное мышление, два. Системное мышление – это мышление кибернетическое. Значит, получив профессиональное, систематизированные знания по кибернетике, их инграментальной основы, чего не давали даже ни в каких вузах, кроме как, я думала, все мыслили так, как и мы мыслим, как я, в частности. Но оказалось, что вот эта книга, которая вот мной издана, оказалась единственной уже 16 лет, 17 лет, ни одной какой-то книги больше не появляется. То есть методология системного подхода к решению проблем. А в авангарде мы что делали? Мы обеспечили массу внедрений серийным, не то, что три образца уже серии. Это как опытно. А мы же внедряли свои гибкие производства системы. Автоматизированные, поточные лиги, гальмаринты, кроссов, тонкупленочные лиги, разборочные, цифровые диагностики. Это все. И не хватало этих знаний, и не было чего первичных, не было рекордов. Я думаю, мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Ой, тогда все сорвется. Забава не получше. Можно мне добавить, да? Давайте так, сейчас по большому счету. Спасибо.